Мода для братьев наших меньших. В Иванове прошел первый показ коллекции одежды для собак дизайнера Натальи Адамчук. 20 самых разных моделей. Для пушистых питомцев есть платья, жакеты, костюмы, курточки. На подиум собак торжественно выводили на поводке или выносили на руках, чтобы показать со всех сторон. На подиум выходят не модели, а просто обычные люди, клиенты, хозяева собачек. И в этом, наверное, изюминка сама. И каждый хозяин к собачке так относится. То есть он играет на сцене, он показывает эти платья оригинальные. И собака такая довольная его ходит. Дизайнер уже 10 лет работает грумером, парикмахером для животных. Необычное увлечение, рассказывает Наталья, началось с питомца Нюши. Именно она стала первой и любимой моделью. Все платья и костюмы были только для нее. Теперь у Натальи поле для деятельности шире. Шесть собак, три из них – йорк-терьеры. Ну, вообще, каждая модель индивидуальна. И в каждую модель я вкладываю душу. Они для меня все хороши и красивы, потому что это все сделано собственными руками. Ну, есть особенные модели. Ну, наверное, самое уникальное – это, наверное, платье невесты. Потому что платье я тоже сама шила. То есть вот это платье я шила сама себе. Вот. Я выхожу как невеста. И моя собачка Нюша тоже выходит в оригинальном платье. Вот в таком. И шляпке. Наталья уделяет внимание как костюму, так и образу в целом. В том платье обязательно найдется бант, шляпка или очки. А на показе всех поразил вот этот сказочный образ. Кокетливый кокошник и наряд, украшенный лепестками роз, вызвал бурю эмоций в зрительном зале. Мастерица признается, такие модели можно создать только по вдохновению. И никак иначе. Честно сказать, бывает, просыпаюсь ночью. Раз, какая-то модель у меня. То есть я могу ночью в два, в три часа встать и буду шить. То есть, ну, какое-то вдохновение нам приходит. Бывает, время уходит на одно платье день-два. Бывает, месяц, бывает, годами разрабатывают. В планах дизайнера разработка новогодней коллекции. Наталья подумывает создать по-настоящему сказочный показ. Его можно будет увидеть 25 ноября в Центре культуры и отдыха. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова